Всем привет! Вы находитесь на канале компании Воллюкс, компания, которая занимается профессионально слесарным и кузовным ремонтом автомобилей Вольво. В нашей компании более 100 тысяч поддержанных запчастей и более 50 тысяч новых запчастей. Абсолютно все запчасти, абсолютно все услуги мы предоставляем для нашей любимой марки Вольво. Знаю, что многие из вас ждут продолжения нашего проекта с Вольво 960 и мы сегодня обязательно о нашем проекте поговорим и покажем, но не полноценно. Сегодня пойдет речь о Вольво XC60, в предыдущем выпуске мы сделали кузовный ремонт для данного автомобиля, а в этом выпуске мы подготовим его к весне, выполним техобслуживание и посмотрим, что с этим автомобилем, какой у него пробег, что с ним нужно сделать, а самое важное, обсудим те моменты, которые влияют на безопасность автомобиля и на безопасность наших и ваших жизней. Поехали! Итак, сегодня с нами Вольво XC60 2020 года с двухлитровым бензиновым двигателем, пробег 57900, ну 60 тысяч. Будем выполнять техническое обслуживание, как раз оно выполняется на 60 тысячах пробега, а потом мы поговорим про подготовку к весенне-летнему сезону. Итак, что мы делаем? Замена свечей, замена топливного фильтра, воздушного, обратите внимание, воздушный фильтр устанавливаем нашего производства, Воллюкс, сделанного в России. Салонные, колодки износились, очиститель и заменим тормозной жидкость. Тормозная жидкость меняется раз в 60 тысяч километров. Достаточно важная информация, на спа-платформе в двигатель нужно заливать масло только одной вязкости 0w20 и с этим я никому баловаться не рекомендую, иначе может двигатель выйти из строя. Как мы видим, у нас разных брендов есть масла, также разных вязкостей, но вязкости можно заливать в другие двигатели, особенно в более старые автомобили Вольво, в такие как, не знаю, 960, 850, да и в свой XC90 я заливаю Mobil V50. Но в данный двигатель, автомобиль XC60 с двухлитровым, да в общем-то и дизельным, и бензинным двигателем, нужно заливать только 0w20. В данном случае мы зальем Castrol, ну а тут уже кто что хочет. При выполнении технического обслуживания мы выполняем следующие работы. Соответственно, полная диагностика автомобиля, компьютерная диагностика. В данном случае мы компьютерную диагностику не выполняем, потому что автомобиль не до собран после кузовного ремонта. Когда он дособерется, будут установлены все электрические детали, после этого, естественно, мы почитаем, проверим на все не ошибки и так далее. Далее проверяем наружное освещение, проверяем подкапотное пространство, где-то потертости, течи и так далее. Кстати, есть слабость на дизельных двигателях, течь клапанной крышки. Диагностика подвески, соответственно, проверяем тормозную систему и в данном случае мы меняем тормозную жидкость. В общем, полная диагностика, полная проверка автомобилей. Что важно, ее нужно выполнять в специализированном сервисе Volvo, раз уж перед нами Volvo, потому что человек, который будет это делать, он знает особенности, знает нюансы, знает, на что нужно посмотреть и к чему приложить руку. Стоимость технического обслуживания замены, соответственно, свечей, так как это у бензиновый двигатель и тормозными колодками, 55 тысяч рублей. А теперь мы перейдем к нашему проекту и взглянем, что там с нашей Volvo 960. Ну что ж, друзья, наш проект Volvo 960 97 года, это тот автомобиль, который мы пытаемся довести до состояния нового. Я немножко поспешил, думал, что к этому времени он уже будет полностью покрашен и мы снимем заключительную серию, но со старыми автомобилями не так все просто даже у нас, у тех людей, у которых больше всего в России как минимум запчастей на такие машины и не только, ну только Volvo. Соответственно, автомобиль полностью подготовлен к грунтовке, сейчас он закрыт, открывать его не буду, чтобы туда никакая пыль не попадала, не садилась на кузов, то есть автомобиль законсервирован. Когда мы будем наносить грунт, краску, мы обязательно отснимем новую серию, она будет красочная, интересная, блестящая. Но, тем не менее, работы по автомобилю ведутся, какие, к примеру, пришла наша треснутая крышка ГРМ, ну, кто следит за предыдущими выпусками по данному автомобилю, будет интересно. Панель передняя тоже приехала, поддержанная, но состояние ее не удовлетворительное, она ровная, но ржавая, поэтому выпрямляем нашу. Также нашли динамики в торпедо, они здесь рваные, кнопки подогрева не работали, тоже пришли. В общем, много всякой приятной мелочевки, которые мы тоже будем демонстрировать в следующих выпусках. Ну, а сейчас что я могу показать? Открасили два передних бампера, но открасили технически, для того, чтобы выявить неровности. Вот, к примеру, задний бампер, если вы помните, он основой, мы к нему привязали вот такую дощечку, так как он слежался. На складе лежал долго, много, наверное, десятилетий. Слежался, выпрямляем, но все равно уже покрашенная деталь. Обратите внимание, как блестит и как становится приятно. Это как при строительстве дома, ремонта квартиры, там грязные работы, все это надоедает. И когда начинают красить стены, когда зрелищно, да, это все визуализация появляется, душа начинает радоваться. Вот смотрю на бампер, и душа моя начинает петь. А теперь переходим к достаточно интересной теме. Подготовка автомобиля Volvo к весеннему, к летнему сезону. Зима прошла, как мы видим, погода шепчет, солнышко появляется, но что происходит с автомобилем во время зимы? Ну, во-первых, нужно обратить внимание на подкапотное пространство, так как зимой вы можете не заметить течи, потому что автомобиль, куда вы ставите автомобиль, это может быть место во дворе, там может быть грязный снег, а на грязном снегу вы не увидите потеков, луж и так далее. Летом на сухом асфальте, да, вы обратите внимание, сразу же обратитесь на сервис. А зимой нет, поэтому нужно к течим, к потертостям, перетертостям трубок, патрубков, разъемов, контактов, проводов отнестись очень внимательно. Я об этом чуть ранее говорил, для этого нужно показывать автомобиль специалиста в специализированном сервисе Volvo, так как мы говорим о Volvo. А теперь мы начнем с первого пункта. Это ветровое стекло, это как раз тот вопрос, который я затрагивал вначале, влияет на безопасность, не то чтобы автомобиля, а безопасность наших жизней. О чем я веду речь? Ветровое стекло должно быть не запескоструено, не затерто щетками ветрового стекла. Многие как мыслят, пока не появится трещина, я буду с этим ветровым стеклом ездить всю жизнь. Это абсолютно неправильный подход. Даже если вы заменили стекло на новое, оно у вас треснуло, да, трещина может раздражать, но это не влияет на безопасность. Почему влияет на безопасность затертое ветровое стекло, запескоструено? Потому что весной у нас практически всегда, да, сырые мокрые дороги. Если вы движетесь, к примеру, с утра с запада на восток, то есть на солнце, будет бликовать стекло достаточно серьезно. То есть будет бликовать солнце от дороги, плюс свою лепту в это внесет затертое ветровое стекло. За мою жизнь два раза мне приезжали в заднюю часть автомобиля. Причем водители со стажем, у которых стаж более 20 лет, выходя из-за руля, автомобиль с разбитым носом, водитель с разбитым носом говорил, слушай, извини, блик, ослепило, въехал. Ну, вот такие были две ситуации в моей только практике. Думаю, что у кого-то из вас такое тоже бывало. Также, если вы заменили ветровое стекло, замените щеточки, а если ваши щеточки в принципе уже плохо трут, но ветровое стекло в порядке, замените их перед весной. Второй пункт также важен для безопасности и жизни, в общем-то, и автомобиля в целом. Заменить зимние колеса на летние. Кстати, с этим спешить я бы не рекомендовал. Я меняю, как правило, колеса ближе к маю, а многие из вас знают, что на своем XC90 я езжу круглый год на липучке, и меня это абсолютно не смущает. Ну, я подвергался критике, но меня это устраивает. По поводу колес. Если вам нужны диски, в предыдущем ролике я рассказывал, покажу еще раз. На нашем сайте wallluxparts.ru есть каталог с литыми оригинальными дисками. Все эти диски восстановлены, покрашены. Что значит восстановлены? Они прокатаны. Не то, что они были биты, разбиты на две части. Нет. Когда-то эти диски были подержанными, они проверены, прокатаны, покрашены специальной порошковой дисковой краской. Ну, зайдите, посмотрите, полистайте на рисунки дисков, посмотрите на цвета. Очень зрелищно и интересно. Также вы можете приобрести второй комплект дисков для того, чтобы вам ежегодно не переплачивать за шиномонтаж. Вы можете одеть летние колеса на одни диски, зимние на другие. И в этом случае вам не придется тратить время и деньги для того, чтобы сделать шиномонтаж и отбалансировать колеса. Хотя балансировать колеса все равно перед сезоном нужно. И обратите внимание на такую смешную вещь. Это уже не относится, в общем-то, к подготовке к весне. Это относится к подготовке к зиме. То есть, да, это о чем говорит? Что владелец автомобиля, не позаботился о том, чтобы почистить джабо и не забивались сливные стоки. Это осталось еще с осени. Помимо того, что забиваются дренажные проходы, вот сюда тоже попадают листва, а потом удивляются, а почему же гниют крылья у Volvo XC60? А часть и причина еще и в этом, потому что вот это превращается в перегной. Перегной он всегда сырой, он не просыхает. Соответственно, это будет все керозировать и металл не выдерживает, начинает гнить. Поэтому, господа, чистите, не ленитесь. Это очень быстро и очень полезно. Как проверить подкапотное пространство и что нужно проверить на Volvo? Ну, этот вопрос очень широкий, большой и, в общем-то, каждый выпуск должен быть отдельный, потому что модификации двигателей очень много. Экобуст на P3 платформе, P2 платформы, дизельные, бензиновые двигатели, трехлитровые, V8, 2.5. У всех разные особенности и разные вещи нужно проверять. Не только диагностировать компьютером и все. Где-то там бывает перетирание. Допустим, у P3 платформы на D5 двигателях подкапотный жгут обычно перетирается в одном месте и нужно обратить внимание, возможно сделать дополнительную прокладку у жгута, чтобы этого не было. Недавно, кстати, у нас был автомобиль, не заводился. Причина была именно в перетертых нескольких проводах у подкапотного жгута. Хотя до этого клиент обратился в другой сервис, тому поменяли ТНВД. Это не помогло, оказалось все элементарно. Опять-таки, это просто нужно было знать. Обязательно нужно продиагностировать пакет радиаторов, то есть радиатор-кондиционер, охлаждение, интеркулеры, если турбированный двигатель. Для чего? Соты здесь достаточно мелкие на данном автомобиле, они забиваются, от чего начинают перегреваться двигатели, коробка передач, соответственно, влияет на эти агрегаты. Все это неблагополучно. Но, допустим, на своих автомобилях я принципиально перед летним сезоном промываю радиаторы, грязные, негрязные, насколько забитые, меня не волнует. Съем, промыл, все, душа спокойна, автомобиль будет всегда исправно работать, перегрева двигателей, коробки передач не будет. Обязательно проверьте аккумулятор, аккумуляторную батарею. Если ваш аккумулятор пережил зиму, особенно если зимой были сильные морозы, он уже молодец. Хоть и теплые времена настают, все равно проверить аккумуляторную батарею нужно. Допустим, мы это делаем вот такой нагрузочной вилкой, то есть под нагрузкой, смотрим, как нагрузку держит аккумулятор. Также обратите внимание на дату выпуска аккумулятора. Вот данный аккумулятор на минусовой клейме клеймо 20-й год, то есть аккумулятору 3 года. 3 года нормально. Если вашему аккумулятору исполнилось 5 лет и он в исправном состоянии, ну, ждите. Ждите и желательно в багажнике ввозите запасной, если вы хотите, чтобы ваш аккумулятор отслужил до победного. Да, бывают аккумуляторы, которые служат и 8 лет, наверное, и 10, такое нам тоже рассказывают. Но вот, допустим, я меняю на своих автомобилях аккумулятор раз в 5 лет, потому что понимаю, что ну вот-вот он выйдет из строя. Немаловажная вещь, кстати, по поводу окислов и после зимы, да, могут окислиться клеймы, поэтому клеймы нужно открутить и обработать специальным составом для смазки электроконтактов. Мы пользуемся вот такой вот ликвимоль, отличная смазка, никогда нас не подводит, и все окисление нас снимает, и контакт на 100% отличный. Про подкапотное пространство, про разъемы, про двигатель поговорили. Давайте немножко уделим внимание уплотнителям, резинкам. После зимы нельзя сказать, конечно, что все резинки и полотнители задубивают, теряют свои эластичные свойства, но тем не менее, раз в несколько, хотя бы раз в несколько лет, я бы рекомендовал обрабатывать уплотнители достаточно быстро, не сложно, вот обыкновенным силиконом, да, вот этот силикон для уплотнителей. Что могу сказать, мы в этом техцентре, так как у нас покрасочная камера, силиконом не пользуемся, иначе камера будет в себя втягивать, и это скажется на качестве покраски автомобилей, ну, я думаю, каких-нибудь выходным, выходным, приятным солнечным днем на даче или во дворе, я думаю, пройтись силикончиком уплотнитель, вы можете и сами. Не спешите отказываться от незамерзающей жидкостью с первыми лучиками весеннего солнца. Это еще ни о чем не говорит, потому что морозы у нас бывают, как вы знаете, и в мае, можно сесть в мае в автомобиль с утречка, а жидкость-то не пшикает, и это, кстати, вредит насосу омывателя ветрового стекла, да и фар, поэтому жидкость я рекомендую заливать до июня, а некоторые, в принципе, льют и летом, ну, в этом ничего плохого нет. И более важный момент, чем нежели обработать уплотнитель, это смазать петли дверей капота, крышки багажника пятой двери и ограничители дверей. Иногда даже бывает, что присутствует скрип, ну, на данном автомобиле этого нет. Из-за чего это происходит? Ну, так как зимой достаточно серьезные перепады, как я говорил ранее, перепады температуры, соответственно, смазка теряет свои свойства, эластичность, ну, короче говоря, это нужно, необходимо сделать перед весной и летом. А также не забудьте смазать все замки, замки дверей, крышки багажника пятой двери и замки капота. Они тоже окисляются, меньше будет износ, лучше будет закрывание. Не забывайте про это, друзья. Ну и раз мы готовим автомобиль к теплым, а может быть и жарким временам, время года, предлагаю проверить кондиционер. Ну, мы называем фонарик, заливается жидкость на тече. Ну, если все в порядке, соответственно, заправьте свою систему. Возможно, вы подготовите автомобиль к весну и к лету и уже в сервисе не появитесь до следующей зимы. Друзья, и последний пункт, достаточно приятная, хорошая услуга от нашей компании, хранение ваших колес. На каждом техцентре у нас присутствуют площади, склады для хранения колес клиентов. Вы можете к нам приехать, сделать шиномонтаж или поменять колеса. И для того, чтобы вам их не таскать по балконам, по дачам, по гаражам, можете оставить свои колеса на хранение в нашем техцентре. В любом. На Ленинградке, в Измайлово, либо же в Солнцево, в Терешково, где я сейчас и нахожусь. Друзья, также обещаю, что в следующем выпуске я расскажу о нашем проекте, покажу покраску. Мы к этому готовимся. Мы точно знаем, что будем красить 960-ю Вольву вот-вот на днях. В общем, в следующем выпуске много всего интересного, красочного. Ну что ж, рад был все это рассказать. Готовимся к весне. Всем хорошего весеннего настроения и до следующей недели. Пока!